Я бы брал существенно шире, я бы говорил о цифровой устойчивости Российской Федерации и цифровой экономики в целом. И понятно почему. События последнего времени явно показывают, что Российская Федерация стала очень лакомой целью для компьютерных злоумышленников абсолютно разного масштаба. Те законодательные акты, которые вышли в последнее время со стороны государства, тоже ставят существенные вопросы перед теми, кто обеспечивает информационную безопасность абсолютно в разных организациях. И в этом смысле есть необходимость координировать взгляды государства на изменившуюся ситуацию в киберпространстве, взгляды непосредственно организаций и тех людей, которые в этих организациях обеспечивают информационную безопасность. И в конечном итоге выстраивать доверительные отношения между ними для того, чтобы можно было переходить к обеспечению цифровой устойчивости совершенно на другом уровне. Это то, что нам необходимо. Суть очень простая. Все, что делается в последнее время в киберпространстве – это огромнейшие атаки на нашу инфраструктуру. Но, понимая, что атакуют нас не профессионалы, понимая, что профессионалы только наблюдают за этим результатом, нам придется готовиться к куда более существенным атакам и устраивать взаимодействие так, чтобы атака, начинавшаяся на один субъект, могла быть сразу выявлена, прекращена и не допущена в качестве атаки для другого субъекта. Для этого нужна площадка, нужна организация такого взаимодействия и конструктивный диалог между представителями государства и представителями совершенно разных сфер экономики Российской Федерации. Мы точно видим представителей финансовой отрасли, мы точно видим представителей ТЭКа, представителей медицины, представителей транспорта. То есть это те отрасли, которые максимально интересны злоумышленникам и где внимание государства к обеспечению безопасности максимально. Это уникальная площадка, которая позволяет собрать в одном месте и фактически не выпускать никуда большое количество профессионалов. Зима, настоящая зима и дружественная атмосфера дает возможность обсудить абсолютно любые вопросы и наладить любые контакты. А информационная безопасность сама по себе, это вообще-то исключительно про доверие. Доверие к своему компаньону, доверие к своим коллегам, доверие к представителям государства. Но только из этого складывается нормальная безопасность и самое главное устойчивое цифровое развитие. Субтитры создавал DimaTorzok